Лешенко, который был избран, его посадили за взятку в тюрьму, он был фактически устранен с самого начала, как его избрали от управления. И исполнял обязанности городского головы, там секретарь горсовета Гаврильченко, Галя, которая была ставленницей Байсарова. Так вот, эта Галя, она довела город до такого состояния, что там уже ни дорог, ни ямы сплошные были, и ни света, ничего. В коммуналке вообще там в подвале одно говно текло, и просто разворовали, раздеребанили бюджет города до нитки. И сегодня, когда практически к власти стали идти другие представители, другие кандидаты в депутаты, которые могут взять в руки ситуацию в городе, навести там порядок, действительно наполнить бюджет и восстановить законность, которой там сейчас нет, то представители Блока Петра Порошенко, Шишко, Зинченко, на самом деле они, я как бы знаю, каждый житель Красноармейска об этом знает и любому подтвердит, что это люди, которые из 90-х годов являлись представителями местного криминалитета. А сегодня они представляют Блока Петра Порошенко, начальник местной милиции, идет в депутаты от Блока Петра Порошенко. О какой вообще независимости, о какой вообще законности может идти речь, если группа политических партий одной направленности просто узурпирует власть. Так вот, об этом свидетельствуют материалы аудиозаписи официального выступления в суде представителя оппозиционного блока Дмитрия Тришкина, который заявил в суде о том, что необходимо не проводить выборы в Красноармейске 25 октября, а провести повторные выборы. И это согласовано с представителями Блока Петра Порошенко «Солидарность». Три раза Тришкин в суде заявлял о том, что это согласовано с представителями БПП. Для чего? Для того, чтобы судья понимала, что она за принятие решения о том, чтобы выборы признать недействительными, не будет нести ответственности. И я предлагаю прослушать аудиозапись, которую мы представляем общественности, выступления в суде этого Тришкина, представителя оппозиционного блока, которому невыгодно срыв выборов было осуществлять.